Владивосток гнилой угол Науток и Пазанов здесь охотился и сам Арсенев со своими солдатами. Затем начали селиться люди. Болотистая местность, низины. Здесь всегда были сырость и туманы. Отсюда и название «Гнилой угол». Хотя Николай Асеев в своей книге это место описывал весьма поэтично. С левых сопок от гнилого угла начинают выползать клочья мокрой ваты. Как будто невидимый котел взгревает белую кашу. И она, перевалив через край, нависает тяжелой пеной над городом. Пять-десять минут и весь город в серой вуале. И луч уже не пробьется сквозь этот солью и влажью пропитанный вуаль. Вечерний закат отменяется. Желчный и суровый гнилой угол признает только рассвет. Из книги Николая Асеева «У самого тихого». В начале 20-го столетия Луговой осушили границы города. Расширились до района Спортивной. На месте нынешнего рынка располагался и подром. С разрастанием границ города название «Гнилой угол» не исчезло. Оно переехало. Так стали называть долину речки Объяснения. Кстати, в начале 20-го века это было одно из самых романтичных мест города. Сюда приезжали влюбленные, катались на лодках, объяснялись в чувствах. Отсюда и название речки. В 70-е годы 20-го века гнилым углом стали называть район Бухты Тихой. Ну что хочется сказать. Туманы и сырость по-прежнему здесь завсегдаты. Настоящий гнилой угол. Наталья Смайнинова, Павел Михайлов. Панорама.